Всем привет, друзья! С вами Кулич. И снова я буду открывать свежие посылочки с комиксами, которые пришли мне по почте. Делаю я это в рамках рубрики «Листаем» на сайте comicsboom.net. И в комментариях к прошлым моим распаковкам кто-то написал, что их очень скучно смотреть, потому что слишком долго занимает процесс раскрытия пакетов. Я решил это исправить, поэтому сегодня все будет быстро. Оп! Получилось, смотрите-ка. Итак, это русский комикс, опять же, очень старый. Комикс 93-го года, он называется «Андрей Брюс. Агент Космофлота». Откуда я узнал об этом комиксе? Если вы внимательно смотрели, очень внимательно смотрели выпуски «Мои трехнем старьем» и видели третий выпуск про комикс «Бластер» от издательства «Эгмент», то вы могли про этот комикс там слышать. Я о нем упоминал, а упоминал я в том контексте, что Петр Северцов, автор этого комикса, он же автор «Бластера». И как и «Бластер» был написан по повести Кира Балучева, так же в точности и с этим комиксом «Андрей Брюс. Агент Космофлота». Узнал я про него более подробно, точнее, решился я купить после того, как администратор нашей группы ВКонтакте, группы нашего сайта ВКонтакте «Smiling Death» посоветовала мне это сделать. Ну, вернее, она сказала, что у нее есть этот комикс, и он ей нравится. Я подумал, почему бы и нет. Вы знаете, сейчас листа его, я вижу этот комикс первый раз. Я очень сильно удивлен качеством русского комикса 93-го года. Послушайте, это прямо настоящее БД. Если вы видели в прошлой распаковке комикс про Яна Калядина, то я вам скажу, что рисунок в «Андрея Брюсе» ничем не уступает французскому БД, вот, в частности, Яну Калядину, скорее даже и превосходит. В том числе здесь нерукописный, достаточно уместный, красивый шрифт, обилие экшена, да и сам комикс-то потолще будет. Хотя нет, где-то такой же толщины, 50 страниц, да, такой БД-шный формат. Вы знаете, я еще удивлен тому, что состояние комикса, по-видимому, отличное абсолютно. Только немножко страницы пожелтели, но переплет, как можно видеть, в лучшем виде. И стоил этот комикс, на самом деле, не очень сложно найти, если задаться целью, стоил он 200 рублей. По-моему, за такую цену получить русский комикс, русская БД, если вы не сочтете оксюмароном, так вот, за 200 рублей получить комикс такого качества, это, несомненно, удача. И хоть повести Кира Балучева я не читал, но этот комикс обязательно изучу. Ну что ж, вторая посылка, на этот раз из Соединенных Штатов, и в избежание затяжки времени воспользуемся, опять же, скоростным распаковочным методом, но на этот раз методом хлопка. Глядите-ка, опять метод сработал. Удивительно просто. Итак, что мы имеем здесь? У нас здесь три сингла про черепашек-ниндзя от издательства Archie, прямиком из конца 80-х, начала 90-х. Синглы все запакованы по высшему разряду, с бордами картонными позади, и в пакетики индивидуальные. Для тех, кто, может быть, только что оказался на моем канале, или смотрит это видео на нашем сайте, comicsboom.net, и не смотрел предыдущие мои обзоры, распаковки, я вам скажу, что это та самая серия, которую в России в середине 90-х издавало издательство, извините за эту автологию, выпускало издательство Mahaon. И, как я говорил уже в предыдущей своей распаковке, можно ее посмотреть по ссылке, я решил собрать эту серию в синглах. Точнее, собрать не серию целиком, а лишь недостающие номера, те, до которых Mahaon в свое время так и не добрался. Mahaon очень странно издавал свою серию, об этом вы можете хотя бы узнать в выпуске «Тряхнем старьем» про черепашек-ниндзя. В частности, как я уже говорил, он пропустил шестой номер в какой-то причине, потом они дошли до девятого, и снова была большая прореха, большая прореха по сравнению с оригинальной серией от Арчи, поэтому десятого и далее последующих номеров мы уже не увидели, а там уже оказался какой-то тридцатый, по-моему, номер следующим был издан. И поэтому я заказал именно эти три сингла. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый номера. Также еще ранее, это не попало в распаковку, я прикупил себе шестнадцатый и семнадцатый номера этого старого ангоинга. Ну что, можно сказать. Состояние хорошее, вот здесь я уже вижу знакомых героев, например, вот этот, я не помню точно сейчас имен, боюсь ошибиться, но мутанта-таракана, это совершенно точно он присутствовал, по-моему, даже в мультсериале. Это здорово, это интересно. Так, давайте перейдем ко второму номеру, здесь Рафаэль в черном костюме, который, по-моему, он получил на пеньковом астероиде, ну и, естественно, как вы понимаете, это такая остроумная отсылочка к Человеку-пауку и к симбиоту к черному костюму паука. Здесь нас ждут опять Биба П. Рокстеди, старые знакомые и Крысиный Король. Поджидает нас в одиннадцатом номере. Вы знаете, вот мне не покидает ощущение, что этот номер я уже где-то видел, хотя нет, нет, вот такого вот киборга из клана Фуд точно я не видел в махалоновских комиксах, значит, все-таки я прав, и этот номер не издавали в России. Да, совершенно точно. Просто рисунок очень похож, ну, соответственно, это и понятно, потому что художник там не менялся в серии в этих номерах. Ну и что в двенадцатом у нас в выпуске? Тоже давайте быстренько глянем. Тут с ним забавно. Я вот взглянул на обложку двенадцатого номера и подумал с ним, что вот этот вот инопланетный корабль я уже где-то видел, и я вспомнил, кстати, вот тут, если присмотреться, в корабле сидят Шреддер и Крэнк. И я вспомнил вот какой факт. В старых номерах Махаона, вот я специально взял пятый номер, по-моему, были, помимо комиксов, то, чего не было в оригинальном ангоинге, были вот такие вот профайлы на персонажей. Я, честно говоря, по своему незнанию, думал, что эти профайлы рисовал русский художник, вообще это какая-то отсебятина. Но меня в комментариях к обзору тряхнем стареем поправили, сказали, что все эти профайлы взяты из специального двухтомного выпуска такого character guide по черепахам, который тоже выходил у Арчи, и там были, собственно, профайлы не только даже на персонажей, но вот, например, на какие-то специфические особенности вселенной черепах. И дело вот было в чем. В этих профайлах, вот в частности, в пятом номере, совершенно было непонятно, о чем идет речь. Вот, например, здесь профайл на Тарнстоуна. Я скажу вам, что в комиксах от Махаона никакого Тарнстоуна ни в одной истории не было. Ну, окей. Скалбразер. Понятно, да, откуда он взят теперь? Вот это сейчас-то понятно. Но вот 20 лет назад было ни черта непонятно, что это за Скалбразер. Ну, представьте, мне там 7 или 8 лет, не помню сколько, ну, даже, может быть, 10, я читаю, Скалбразер, пытаясь захватить магический камень Тарнстоун. Что за Тарнстоун? Крэнк там назвал свой корабль Скалблазер, чтобы скорее попасть в Галактику Икс, где живет Чаруби. Что за Чаруби? Откуда? Где? Я пролистывал все номера. Я думал, может, я что-то пропустил. Но согласно нумерации в комиксах Махаона вроде нет. Вот это, конечно, все очень дико сбивало с толку. И, как выясняется, именно история про Тарнстоун, Чаруби, вот она, кстати, и Скалбразер, история содержится вот в этом вот сюжетном арке, который начинается, по-моему, в 11 номере, вот продолжается в 12, и заканчивается в 13, которого у меня, к сожалению, нет. Действие, насколько я знаю, здесь происходит на одной из планет измерения Икс на планете под названием Херобыль. На самом деле планета называется Херобыль. То есть, это планета, которую Крэнк, будучи еще генералом инопланетной армии захватчиков, он ее уничтожил, превратил в радиоактивный пепел и, собственно, там только руины вот сейчас. Ну, вот видно по иллюстрациям. Что забавно, об этой планете Херобыль тоже упоминалось в Махаоновских черепахах, но, естественно, тоже она там нигде не встречалась, тоже упоминалось в профайле. И, видимо, переводчики не уловили суть вот этого составного слова Хиросима и Чернобыль и перевели как Хайробил, планета Хайробил. Тут появляется тоже какой-то интересный персонаж, я так понимаю, он важную роль играет во вселенной черепах, но это предстоит узнать далее. Ну, а пока перейдем к финальной части распаковки. Ну что, вот она третья увесистая посылочка, посылочка с eBay из Британии, действительно толстая штука. Посмотрим, что там внутри, но для начала нужно проделать магические пассы руками, у меня нет волшебной тряпочки, есть волшебные шорты. Посмотрим, получится ли анбокснуть эту посылку таким образом. Итак, Ахалай Махалай, Авада Кедавра, вуаля. Это два тома комикса Authority, комикса, который изначально издавался в импринте DC Comics Wild Storm, потом DC Comics соответственно этот импринт полностью поглотила, практически уничтожив, и издала вот эти два сборника в твердом переплете, два вот этих хардкавера, первый и второй том под уже своей эмблемой. Что сказать об Ассорите? Это супергеройка, но здесь даже не это главное, здесь главное, кто автор этой супергеройки. Друзья мои, первый том Уоррен Эллис и Брайан Хитч, второй Марк Миллар и Фрэнк Куайтли. Я думаю, всем любителям комиксов эти имена говорят сами за себя. Купил я эти два тома на ebay, и объясню, почему не на ebay, хотя, по идее, сборники-то это не очень старые, они вышли в 2013 году. Дело в том, что вот этот второй том сейчас найти очень легко в продаже в свободном доступе, а вот с первым просто проблема. Видимо, тираж распродали, поэтому, кроме как на аукционах, найти его не представлялось возможным. Что ж, книги в суперобложке, посмотрим, как выглядит они без нее. Вот так выглядит первый том. это Дженни Спаркс. Вообще, чуть об отсторе, это команда супергероев, которая спасает Землю от всяческих катастроф, суперзлодеев и прочих проблем мирового и галактического масштаба. Дженни Спаркс лидер команды, она британка, появлялась в комиксе Планетари, а так как я очень заинтересовался, ну, во-первых, я прочитал обниму с Планетари и заинтересовался вселенной Вайлдсторм, я не мог не прикупить себе вот эти два тома о ссорите, потому что я их почитал в цифре, мне это дело очень понравилось. Видите, первая страница первого тома отправляет нас в столицу нашей Рызды, мы родной город, Москву. Нестандартный Эллисовский подход здесь запутанный сюжет, яркие персонажи, вот что я могу сказать об этом комиксе. Ну и рисунок, не такой кинематографичный рисунок Хитча, очень даже по душе. Все, все, мое мнение об ассорите я составил исключительно по первому тому, потому что вот второй вольвум, за который уже взялся Миллер, я его не начинал читать, поэтому сейчас я вот открою его первый раз, по сути. второй том. Ну и знаете, конечно, комиксы эти я купил на ebay, выиграл аукцион, долго, причем там он очень длился, изначально ставка была очень маленькая, но в последний день ее там подняли неплохо так, и в итоге комиксы не очень дешево мне вышли по цене, и вы знаете, не могло все быть так сладко, то есть во всех анбоксингах, которых я показывал, всегда у меня книги в отличном состоянии, все классно, приходит, все без обмана, ну и вот здесь, друзья, я уже просто полистал, меня ждал подвох, подвох, и я даже немного расстроился. На ebay в описании аукциона было написано, что комикс в идеальном состоянии, ну почти в идеальном, но внешне это все так, абсолютно, первый том, вообще к нему никаких претензий, нет, второй вроде бы тоже, ну вот, включая вот эту помятость на уголке, но это не страшно, ну что мы видим, когда мы открываем последнюю страницу второго тома. Тоска и печаль. Здесь отклеен корешок и страница порвана. Причем ясно, что это брак не почты, потому что все было запаковано, и вряд ли так можно корешок отклеить. Да, это, конечно, солидная ложка дегтя, и честно говоря, я не знаю, напишите, кто сталкивался с подобным, стоит ли отправлять жалобу на ebay, как вообще решаются подобные вопросы, стоит ли ждать рефанда, или, ну вот, как вообще вы сталкивались с подобными ситуациями. Вот, ну, знаете, я вообще мист по натуре, меня такие, на самом деле, мелочи, конечно, расстраивают, но не буду, я сильно печалится, все-таки комикс классный, у меня два тома, я думаю, это не помешает мне насладиться, изданием, а в конце концов, все равно, он будет потом у меня стоять на полке, и там вот этого жуткого брака книги будет не видно. Рисунок Куайтли мне очень нравится, мне он понравился еще в людях Икс Моррисонских, которые вышли в рамках серии Ашет, да и Миллора я люблю. Мне кажется, у комикса Ассорити просто идеальные авторы вообще на протяжении всей его истории. Ну, по крайней мере, они точно входят и Элис, и Миллар в когорту моих любимых, да и Хич с Куайтли. Ну что ж, вот на такой, в общем-то, мажорной ноте, но с горчинкой, с привкусом горчинки заканчивается очередной выпуск Листаем. Подписывайтесь на мой канал, будет скоро много интересного. Я, наконец, выйду из спячки и сниму новый обзор и тряхнем старьем. И также заходите на обновленный сайт от Комиксбург.нет у нас обновился дизайн. Всех милости прошу. И еще одна новость. Скоро откроется моя личная группа ВКонтакте. Там будет много интересного, но об этом позже. Всем спасибо, всем пока.